Компания SpaceX еще раз попробует поймать и сохранить первую ступень ракеты-носителя, ВПК. Name. Процесс торможения аппарата Dragon на своих ракетных двигателях. Источник – военное обозрение. Alt equals src equals http colon slash slash vpk dot name slash file slash mc slash SpaceX tube falcon dot t dot jpg. Процесс торможения аппарата Dragon на своих ракетных двигателях. Источник – военное обозрение. Это произойдет в ходе запуска грузового корабля Dragon к Международной космической станции Вашингтон, 7 апреля. Slash Core. TASS Ivan Lebedev slash американская компания SpaceX еще раз попробует в буквальном смысле поймать и сохранить для повторного использования первую ступень своей ракеты-носителя. Falcon 9. Как сообщил в понедельник в ответ на запрос Core.TASS официальный представитель компании Phil Larson, это произойдет в ходе запуска грузового корабля Dragon к Международной космической станции МКС. Мы попытаемся опустить первую ступень на наше дистанционно управляемое судно, которое носит название просто прочти инструкции, во время шестого запуска корабля Dragon к МКС, запланированного на 13 апреля, отметил Ларсон. Естественно, попытка будет предпринята только при условии хорошей погоды, а точнее, отсутствия сильного волнения в Атлантическом океане у побережья штата Флорида. В прошлый раз, в феврале, шторм помешал вывести морскую платформу точно в намеченное место, и отработавший элемент ракеты-носителя упал в воду. Это было уже второе испытание новой технологии, а самое первое состоялось в январе, тогда посадка на боржу оказалась слишком жесткой, ступень от удара взорвалась и развалилась на части. По замыслам конструкторов, благодаря включению тормозных двигателей, она должна плавно опускаться на парашюте, находясь в вертикальном положении и раскрыв посадочные опоры. Специальная программа позволяет рассчитать, куда будет падать ступень, и вовремя направить туда специальную морскую платформу размером с футбольное поле. Длина этого плавсредства, сооружавшегося на верфи в штате Луизиана, составляет 90 метров, а ширина – 50. Своим необычным именем оно обязано шотландскому писателю Иену Бэнксу, так назывался один из космических кораблей в его научно-фантастических романах. Из книг Бэнкса глава «Спейсекс» миллиардер Эрлон Маск взял название и для своего второго судна, которое пока еще только строится, на его борту будет начертано. «Конечно, я тебя по-прежнему люблю». Что касается не выдуманного, а реального космического корабля с более прозаическим названием «Драгон», то есть «Дракон», созданного «Спейсекс», то его старт, как и в прошлый раз, состоится с базы ВВС, расположенной рядом с космодромом на мысе Канавирал, штат Флорида. Как сообщила НАСА, он доставит на МКС около двух тонн грузов, в том числе материалы для научных экспериментов. Примерно через полтора месяца «Драгон», являющийся единственным в мире грузовым кораблем многоразового использования, отправится в обратный путь на Землю. По контракту с НАСА на сумму 1,6 миллиарда долларов он уже совершил пять регулярных рейсов к МКС и должен слетать туда еще семь раз. На борту Международного орбитального комплекса сейчас находятся российские космонавты Геннадий Подалко, Михаил Корниенко и Антон Шкаплеров, их американские коллеги Искотт Келли и Терри Верст, а также астронавт Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти. Корниенко и Келли, прибывшие на станцию в конце марта, пробудут там почти целый год, их беспрецедентная вахта на МКС продлится 342 дня. 7 апреля 2015 года права на данный материал принадлежат и Тартас. Материал был размещен правообладателем в открытом доступе.